Пока из города вместе с осенью не ушли солнечные дни, часть занятий воспитанников 10-й школы черкесской физической культуры проходят на улице. Челночный бег – один из видов согревающих упражнений. Михаил Кузнецов точно знает, как сделать урок интересным и полезным для учеников, что и продемонстрировал, участвуя в конкурсе «Учитель года-2020». Выполненные им задания настолько понравились членам жюри, что он уже преодолел несколько ступеней педагогического состязания и теперь представит Карачаево-Черкесию в финальном этапе. Михаил Александрович зарекомендовал себя даже на первом конкурсе эссе. Когда проверяли эссе жюри, они отметили грамотность и потом уже выяснилось, что это учитель физкультуры 10-й школы. Помимо него еще был учитель истории Загаштов с 15-го лицея, который тоже неплохо шел по этапам, но победа в финале показала, что удача за Михаилом Александровичем. Городской этап конкурса организаторы успели провести в привычных условиях. На базе трех школ черкесской педагоги постарались продемонстрировать членам жюри свои знания, убедительность речи и умение управлять вниманием учеников. Но вот финал республиканской части состязания прошел в новом формате. Мы не отказались от проведения конкурса на территории Карачаева-Черкесской республики, но жизнь и коронавирус внесли свои коррективы, поэтому большая часть мероприятий конкурса проходила в дистанционном формате. Я хочу отметить, что этот формат стал также приемлем, он был не менее интересен и в какой-то степени даже поучителен для членов жюри, комиссии в том числе и для самих педагогических работников. К просмотру видеоматериала, предоставленного учителем физкультуры Михаилом Кузнецовым, эксперты возвращались несколько раз и в итоге оценили работу самыми высокими баллами. Крайне редко победителем конкурса становится мужчина, еще реже учитель физкультуры. Хочу сказать, что мы также несказанно рады в этом году, у нас победителем стал мужчина, это учитель физической культуры 10-й школы города Черкеска. Но его уроки были великолепны, они заслуживали особого внимания, проходили на высоком профессиональном уровне, это подтвердили все члены комиссии. Мы несколько раз возвращались и просматривали эти уроки и надеюсь, что данный победитель достойно представит нашу республику на всероссийском этапе конкурса «Учитель года-2020». Изначально честование лауреатов регионального этапа конкурсов среди учителей школ и воспитателей детских садов планировали провести в виде онлайн-трансляции или обойтись телефонными поздравлениями и отправленными почтой призами. Однако ценность этой профессии для общества такова, что в итоге было принято решение, что республика должна знать в лицо лучших педагогов. Сегодня мы много мероприятий проводим именно в режиме ВКС, стараемся не собирать людей, чтобы максимально всех оградить от возможных заболеваний. Но мы не могли пропустить именно, я сейчас смотрю на вас, лучшие педагоги, лучшие воспитатели, мы не могли просто как-то там по ВКС или просто по телефону вас поздравить с вашими наградами. Да, участь большинства конкурсов такова, что в итоге победителем будет признан лишь один из участников. Однако каждый из учителей, получивших в этот день награды, может смело считать свой труд успешным. Ведь в конечном счете от их подготовки и выступлений выигрыши остались все. И школьники, и сами педагоги, а также их коллеги, которые получили возможность видеть применение на практике новых методик обучения. Кроме того, итог республиканского этапа доказал, что шанс стать лучшим есть у каждого, независимо от того, какой предмет ты преподаешь. Чувствую гордость за учителей физкультуры. Действительно, я учитель здоровья. Не только физкультуры, но и здоровья. И желаю каждому ребенку только здоровья укреплять его и беречь. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели. Артур Махцемиха Каракелян.